Девушки отдыхают Здравствуйте! Сегодня мы решили продолжить тему о психологических методах воздействия на человека и методах манипуляции общественным сознанием. Для разговора в студию мы вновь пригласили директора Научно-исследовательского института социального антропогенеза Олега Александровича Чагина. Здравствуйте, Олег Александрович! Почему такое внимание уделяется музыкальной сфере и какие технологии и сценарии используются в этом направлении? Музыка и музыкальная культура, как субкультура, она выбрана была не случайно, потому что звук является основным механизмом воздействия, в том числе на речевую зону. И вот речевая зона – это то, что сделала человека. Речь, коммуникация. И заменить речевую зону на звук, музыка и песня – это и было основной целью. Стимулируется это очень просто. Открывается финансирование в этом направлении. И по всему миру в 50-е годы ушли этнографические экспедиции, которые изучали метод музыкального воздействия на определенную группу людей. Это шаманские технологии, это африканские ритмы и так далее и тому подобное. И вдруг в 50-х, 60-х годов появляется буйство огромное количество новой музыкальной культуры. Появляется огромное количество музыкальных групп, культовых, и вот само слово даже культовых. Получается, что в основном это британские группы. У этой культуры, в кавычках, есть научная технология, как сделать так, чтобы сочетание определенных звуков, ритма оказало определенное воздействие на человека с какой-то целью. Но о результатах этого воздействия, насколько я знаю, статистика увеличения количества суицидов, аж в той же Америке, возросла многократно после всплеска этой музыкальной культуры. Ну да, это было исследование после того, как по Америке прошла волна популярности группы Битлз, суицидов на 53% в США было увеличено. Это превысило количество суицидов даже в депрессию, которая у них была. Парадокс такой. Вроде бы все мелодично и красиво, а вот почему-то так происходит. Битлз – это вообще интересный проект. То есть это я вот знаю, что это сейчас можно затронуть святую корову, потому что мы все выросли из него. Но вот интересно, незнакомая, малозначительная музыкальная группа, которая собирала по три-по четыре человека в клубах пенсионеров, которые под вот эту мелодию танцевали, получает вдруг резкий культурный скачок. Появляется один автор практически всех шлягеров. И мелодизм, и технология создания этой вещи, реклама, пиар, ну все направлено на это, позволяет говорить о культе группы, о определенном качественном другом уровне музыки на тот момент. В чем ее характеристика? Музыка от клубной, от индивидуальной стала массовой. И получилось, что четыре человека доводили до безумия многотысячной аудитории. Первый альбом вышел в начале 1963-го. Уже в октябре Битлы выступали в лондонском зале Палладиум. И началось. Сама королева-мать выражала восхищение Битлам. Вскоре вышел второй альбом Битлз под названием «We're the Beatles», который побил все существующие рекорды. Было распродано более одного миллиона экземпляров альбома. В 1963-64 годах Битлз покорили Америку. Квартет дал три концерта, а также дважды стал участником популярной телепрограммы «Шоу Эда Салливана». Битлз собрали у экранов телевизоров 40% населения США. Это около 73 миллионов человек. Однако вскоре Квартету пришлось покончить с концертными выступлениями. Публика готова была порвать на части своих кумиров. Начались акции протестов против Битлз, сжигались их пластинки, портреты и одежда. Творчество пошло на спад. Из-за дня в день они исполняли одни и те же песни по условиям контракта, не имея права отступать от программы. Поэтому в 1965 году сценическая биография Битлз закончилась, и музыканты решили полностью посвятить себя студийной работе. В июне 1967 года концерт Битлз транслировался по всему миру. В этом они тоже стали первыми. Около 400 миллионов человек видели их выступления. Такого грандиозного успеха не добивался еще ни один музыкальный ансамбль. И вот эта технология, как потом стало называться роение, когда можно определенную группу людей минимальными средствами возбудить и довести до определенного состояния и направить, оно выражается на сегодняшний момент в тех же музыкальных группах, в оранжевых революциях, которые по миру прошли. Это одни и те же технологии, одни и те же заказчики. Вот вы сейчас рассказываете о технологии создания роя людей, и мне кажется, это очень успешно используется в том числе и в протестных движениях, и для создания каких-то протестов в социальной сфере, например, я не знаю, против Химкинского леса или против строительства храма. Когда я смотрю на людей, которые нистово кричат, протестуют, брызгают слюной, там, мальчик на дереве истошно повторяет «уберите храм отсюда», какая-то действительно зомбированность и изначальная ангажированность против. Это технологии, которым обучают. Есть школы или курсы политических лидеров, например, в Еле, и наши оппозиционеры проходят там обучение, потом возвращаются туда там жить. Ну кто вот конкретно? Почему я не называю фамилии? Потому что фамилия – это ответственность перед своими предками. А вот эти люди с этими фамилиями никакой ответственности перед своими предками не несут. Это продукты технологии. И на сегодняшний момент это отработанный материал. Вот многие воспринимают рок-культуру и успешные группы, связанные с этим понятием, как чисто бизнес-проект. То есть это проект, который поймал волну, нашел творческую лирическую жилку, превратил это все в хорошую мелодию. А вы утверждаете, что это все чисто технологическая вещь, за которой стоит конкретный там, допустим, единый автор там, какой-то совершенно другой человек. Ну автором основных шлягеров Битлза, вот сейчас спросите, а кто автор основных песен? И только специалисты могут сказать, что автором основных шлягеров является Тео Адерно. Как только он умер, на этом все развитие группы Битлз по песням, по музыкам, по стихам, на этом закончилось. То есть все использовалось, вот те шлягеры, которые были. И у нас в российской эстраде ведь то же самое. Как правило, у группы есть две-три вещи, которые попадают. И как только они попали, вот этот шлягер, он начинается культивироваться постоянно. И вот Тео Адерно тот же, это не просто такой вот, знаете, сумасшедший композитор, который взял, как и вот написал, вдруг выдал на гора. Битлза — это руководитель целого направления, где анализировался, и с этого времени ввелось такое понятие, как бит, например, да, бит как ритм. Вы понимаете, что это в лабораториях создают научно, обоснованно, и смотрят, как этот бит воздействует на организм живой, при каком уровне громкости, при каком методе воздействия светового. Когда ударная установка, без которой рок-группу мы сейчас воспринимать не можем, разбита вся по частотам, и каждый элемент этой ударной установки несет определенную свою функцию воздействия. Сейчас рок-группа без светомузыки вообще не воспринимается. Возятся целыми вагонами, вот эти все световые пушки, стробоскопы, абсолютно гипнотическое воздействие, дымовые там завесы. То есть нужно создать такое доминирование, чтобы человек в состоянии находящейся восприятия, кроме вот этого механизма воздействия на себя, не воспринимал. И нужно понимать, что бит, ритм, в определенных частотах вызывает определенные физиологические реакции для мозга. И мы знаем, и они знают, что вот при такой частоте будет воздействовать на мозговую оболочку. Вот при вот этом они начнут качаться, вот при этом они начнут притопывать ногой, при этом они будут кивать головой. Эта технология отработана. Когда группа начинает играть очередную песню, то обе стороны должны надвигаться одна на другую, сталкиваясь в эпицентре. Основной причиной для таких развлечений служит желание выплеснуть энергию. Так что если идете на рок-концерт, надо понимать, что там может происходить. Три составляющие, вот рок-движения, камуфлированные такие, да, основного, манипулятивного, это, конечно, деньги, это, конечно, продвижение в этой субкультуре так называемых наркотиков и манипулятивность этой среды. Они фанаты. Музыкант в данном случае выполняет такую функцию идола. И для того, чтобы он постоянно был, его нужно накачивать, ему нужно создавать антураж. Если же такого уровня качества нет, все-таки уровень подготовки тех музыкантов был достаточно высок. На сегодняшний момент трудно сравниться. И музыкальный групп уровня вот того периода мы не можем приложить. Ну, нет таких. Но тогда создается какой-то проект, типа «Дом-2» за стеклом. И вот эти люди, которые там за стеклом, как в зоопарке, да, они потом становятся какими-то певцами. Искусственно синтезированная тема. Да, потом появляются какие-то проекты, которые, как выясняется, международные. Там «Голос», «Похожий», «Непохожий» и так далее. У нас всё телевидение вот этим занимается. И раз в неделю или хотя бы раз в вечер у тебя появляется вот этот идол, ты его воспринимаешь как какой-то успешный проект или успешный вариант. Олег Александрович, вот слушая вас, действительно понимаешь мудрость той заповеди, которую Бог дал людям «Не сотвори себе кумира», потому что, сотворяя себе кумира, человек сам добровольно отдаёт бразды правления своей души и своей жизни в руки кого-то. Когда речь идёт о манипуляциях общественным сознанием, все, как правило, думают, что это обычные досужие разговоры. Но существует проект «Изменение образа человека», контракт номер UAH 4892-150, который подготовлен Центром по изучению социальной политики под руководством Уиллиса Хармана. Олег Александрович, вот как вы прокомментируете ссылку на этот контракт и что состоит за этим проектом? Любая лабораторная даже работа, любые исследования, они имеют автора, бюджет и порядковый номер. Мы просто жалеем нашего зрителя и говорим о сути и принципах. А если бы мы начали перечислять всё это в цифровом виде, это огромные бюджеты, это огромные ресурсы. Непосредственно вот этот проект, это проект «Водолей», так называемый. Проявлением этого направления была группа «Битлз», которая вот дала нам в 60-е годы пик и бум музыкальной новой культуры, которая ввела огромное количество терминов, понятий, сформировала субкультур, позволила отработать технологии, реализация которых происходит до сегодняшнего момента. Получается, что определенное количество музыкантов играет роль каких-то социально-политических манипулянтов, что ли, в жизни общества? Ну вот, получается, что на сегодняшний момент настолько обострились эти отношения, что все лидеры музыкальных вот этих групп или направлений, для них пришел такой период ответа за свою популярность. И вот эта расплата выражается в определенных уже реальных современных политических проявлениях. И на сегодняшний момент мы видим очень агрессивную, сильную политическую позицию. И тогда «я не сдамся без бою» превращается в определенное политическое направление. Кулинарные рецепты проявляются в антигосударственной деятельности на территории другого государства. И тогда какое-то там бормотание под этнические элементы превращается в поездку к человеку, который нами воспринимается как недружественный. То есть получается, что вот эти вот совершенно безумные по финансовым масштабам и по масштабам привлечения аудитории акции типа Евровидения, которые призваны бы вроде служить к культуре и искусству человечества, но по сути являются такими манипуляционными механизмами, внедряющими в человеческое сознание и восприятие совершенно даже противоестественных форм. Достаточно вспомнить вот эту вот женщину с бородой, которая, так сказать, там победила. И в итоге получается что? Как людям относиться к этому всему? Ведь присутствующие на концерте вовлеченные — это одно. Ведь вокруг этого целая индустрия кормится. Это трансляция концертов, создание вот этих брендов, трендов и стилей в музыке, поощрение этих стилей в музыке. То, что Евровидение всегда являлось механизмом политического давления, это как бы известно. То, что уровень Евровидения не соответствует уровню культуры музыкальной регионов, откуда это происходит. Нужно тут вот понимать, что когда британцы увидели вот эту бородатую женщину, многие британцы вообще ее первый раз увидели. Они сами удивились. То есть я бы хотел предостеречь нас от разделения по географическим границам. Это культурные пласты, это человеческие пласты. И вот те механизмы, которых эксплуатируют такие структуры, как Тависток, это механизмы не в условиях графства Кембриджа или Тавистокского, какой-то там, или провинции каких-то, или каких-то зданий. Это механизмы, которые находятся у нас у каждого в голове. И путь к этим механизмам, путь к этим центрам изучен всеми современными технологиями на сегодняшний момент. Почему лишают целые народы языка? Почему лишают целые народы культуры? Почему лишают целые народы истории? Потому что это та опора, на которую народ может опереться и подняться, или держаться. И вот лишение опоры — это и есть дисбаланс, который вводится в первую очередь. Противодействие очень, на самом деле, простое. Это знание своей истории, знание своего языка. И не просто знание, как вот оно было, и мы знаем, а это активное знание. Некая любовь даже к этому? Это потребность в этом. То есть не надо бояться своей истории. Есть же народное пение, есть русская певческая традиция. Почему это не популяризируется в средствах массовой информации и не звучат с экранов федеральных каналов вот эти вот душевные, тёплые, созидательные песни? Вот понимаете, народная песня — это плод работы огромного количества интеллекта. Вот что такое народная песня? Это этнография, это культура. Чтобы разбираться в народной песне и знать разницу между песнями равнинных территорий и песнями поморских, например, или личных, чтобы в этом разбираться, нужно знать смысл слов, произносимых в этой песне, знать этимологию этого слова, намного проще загнать в стадион, как в загон. Огромное количество людей через вот эту дверь входа, вот эту дверь выхода. Там включить какое-то количество инструментов и погасить их ритмом, громкостью. И они будут там заняты 2-3 часа, войдут в определённое какое-то состояние, и вот после этого эти силы можно направить куда-то. Мероприятие получило название «Монстры Рока» и было заключительным в одноимённом турне, которое затронуло такие страны, как Великобритания, Италия, Германия, Польша, Голландия и Венгрия. Не успел ещё отгреметь в Москве знаменитый путь с обстрелом Белого дома и мистером Ельциным. Не успели ещё танки уехать из центра города, как к нам уже на всех парах неслись ACDC, «Металлика», «Блэк Кроуз» и «Пантера». В фестивале «Монстры Соф Рок» посетил 1 миллион человек. Конечно, если мы говорим 1 миллион человек, мы говорим 1 миллион проблем. В итоге 51 человек госпитализирован, около 100 обратились в медпункты. 50 задержаны с холодным оружием и наркотиками, 1 с огнестрельным оружием. И это при том, что фестиваль охраняло почти 25 тысяч военнослужащих. Вино прямо из бочек на улице продавали. Поэтому все, кто пришёл на фест, принесли с собой бутылочку, трёхлитровую баночку или канистру, чего бы то ни было. Благодаря этому факту фест внегласно называют не монстрами рока, а тушинским попоищем. И при этом на поле не было ни одного специально оборудованного туалета. Вы только представьте, что там творилось. Посредством таких мега-шоу и супер-мероприятий пытаются изменить общественное восприятие, в том числе ввести какие-то чужеродные формы, якобы легитимность и законность однополых союзов. И пытаются это рекламировать, пытаются это внедрить, насадить, преследовать тех, кто с этим не согласен, включая и государственное преследование. Это ли не есть манипуляция? Это ли не есть вот тот самый деструктивный результат, который приводит к деградации человеческого социума и человечества как вида в целом? Это старая история. И она всегда была. Просто на сегодняшний момент появились механизмы придания законности каким-то вещам, которые всегда считались аморальными. Но это ведь одна из древнейших работ в русской мысли, религиозной и философской, слово о законе и благодати, которые разбирали этот механизм, что западный человек, он живет по закону, а русский человек живет по благодати. И введение закона как механизм создания новых сущностей – это вот западный такой подход. Нам в этом необходимости нет. Мы знаем, как должно быть, что такое хорошо и что такое плохо. Мы формировали понятие такое еще в детстве. А культура, о которой мы вот сегодня говорим, если ее можно культурой так назвать, это формирование, кто-то говорит, потребителя, кто-то говорит, пользователя, кто-то говорит, скота, кто-то говорит, человекообразного. Это разные языки. Но суть одна – это человек, неспособного на развитие, неспособного на творчество, неспособного и не имеющий опоры в виде духовности, культуры, родины, традиций. И это нужно воспринимать не просто как пассивное какое-то восприятие, что о нашу грудь там все разобьется, а нужно понимать как борьбу, как брань. И на этом мы стоим и стоять будем. Спасибо вам огромное, Олег Александрович, за интересный разговор, что нашли время приехать к нам в студию, помощи Божьим вам в ваших трудах. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор научно-исследовательского института социального антропогенеза Олег Александрович Чагин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова